Вагнер в Украине больше не появится, но в Беларуси он тоже еще не переехал. Протесты во Франции и новая оговорка Байдена. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самая важная и интересная новость. Российский МИД перетягивает на себя активы Вагнера за рубежом, а в Госдуме объяснили главные мотивы переворота. Все это вылилось в попытку государственной измены. Обстрел гражданского пункта несокрушимости в Херсоне есть погибшие. Я только выскочила, а тут молодые люди. Бегом, давай быстрее, третий прием. Мадонна отменяет концертный тур к 40-летию карьеры. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Можно еще поставить лайк видео и прокомментировать его обязательно. И еще подписаться на страничку. Это тоже нужно для того, чтобы нас становилось больше. Начнем. Окупанты обстреляли пункт несокрушимости в Херсоне. На момент записи видео известно о двух погибших и двух раненых. Второй раз, вот это конкретно сюда. Конкретно сюда. Вот, видишь, собачниками люди занимаются собакой. Там, наверное, собаки погибли. Бегом, давай быстрее, третий прием. Я только в дверь залетела и опять третий прием. Присутствие Вагнера у восточных границ НАТО повлияет на структуру безопасности, и страны-альянсы должны тщательно это изучить. Говорит президент Польши Анджей Дудер. Мы много говорили об этой ситуации в последние дни с так называемой группой Вагнера. О решениях, которые были приняты в России по этому вопросу и которые, по нашему мнению, должны пробудить глубокую бдительность Североатлантического альянса. Мы знаем, что есть такой план, потому что Путин сам об этом сказал, перевести, по крайней мере, часть группы Вагнера в Беларусь, и это очень важный сигнал для нас. Мы считаем, что НАТО должно обратить на это внимание, потому что мы не знаем, какова цель этого перемещения, какой цели должны служить войска группы Вагнера, де-факто российские войска, в Беларуси. Служат ли они оккупацией этой страны, или они должны создать дополнительную угрозу Украине с севера? Или они должны стать формой потенциальной угрозы для наших стран, стран НАТО, Польши? Учитывая, что в то же время Владимир Путин выполняет свое обещание переместить тактическое ядерное оружие и ракеты с ядерными боеголовками на территорию Беларуси, эти факты настолько значительны, что у нас нет сомнений, что они фактически меняют архитектуру безопасности в нашем регионе. Президент Польши пообещал добиваться конкретных решений Альянса по этому вопросу. Первая партия из 14 танков «Абрамс» прибыла в Польшу. Всего в рамках договора с Вашингтоном в страну должно быть доставлено 250 современных боевых танков «Абрамс» в дополнение к 116 модернизированным. Вместе с армией США, вместе с сухопутными войсками США мы организовали Академию «Абрамс» и наши экипажи из 1-й Варшавской бронетанковой бригады, которая является частью 18-й механизированной дивизии, так называемой «стальной дивизии», отвечающей за безопасность Восточной Польши. Уже прошли обучение. Танки должны перекрыть так называемые «Брестские ворота». Это территория, которая тянется с востока, доходит до Вислы. И задачей их будет служить закрыть эти ворота, сдержать потенциального агрессора, сделать так, чтобы агрессор не вступил на польскую землю. «Вагнер больше не будет воевать на территории Украины», говорит Кирилл Буданов, глава украинской разведки. Более того, в ГУР говорят, что в России уже началась борьба между ФСБ и Министерством обороны. «Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще, ЧВК «Вагнер» больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой». А Кремль решил объявить властям Сирии, Центральноафриканской республики и Мали, что «Вагнер» перешел под их контроль. Об этом пишет The Wall Street Journal, и по их информации, через несколько часов после разворота колонны мятежников от Москвы в Дамаск вылетел замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Вылетел для того, чтобы сказать лично Башару Асаду, что «Вагнер» больше не действует самостоятельно. Разговоры были проведены и с руководством других стран, в которых присутствовал ЧВК «Вагнер» с тем посылом, что «Вагнер — внутреннее дело России». А цитируя советника президента Мали по безопасности, «Если Москва решит прислать нам Бетховена или Моцарта, мы их получим». По разным данным, за границами России в составе ЧВК «Вагнер» действует от 6 до 8 тысяч наемников. В Сирии им приказано явиться на российскую базу в Латакии, что будет с остальными, пока неизвестно. Выходит, ЧВК «Вагнер» ликвидируется полностью и полностью переходит под крыло Минобороны РФ. В Госдуме наконец-то решили, кстати, объяснить, как они видят всю ситуацию с переворотом. Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участие в специальной военной операции. А для господина Пригожина это основное, если не главное. То есть в Госдуме решили, что это действие было чуть ли не спонтанным. Ну, если даже не спланированный мятеж может так повлиять на Путина и его систему управления, то... Канцлер Германии высказал свое мнение, что мятеж сильно подкосил российского президента и значительно его ослабил. Я считаю, что он ослаблен, так как это показывает, что в структурах автократической власти есть трещины, и он не так прочно сидит в седле, как он всегда утверждает. Между тем, все детали переезда вагнеровцев в Беларусь еще не улажены. Так считают в Институте изучения войны. Там пишут, что спекуляции вокруг мест размещения Вагнера в Беларуси свидетельствуют о том, что некоторые детали соглашения все еще прорабатываются. Очевидно, что история с Беларусью это, скажем так, публичная составляющая. Лукашенко получил по максимуму из этой кризисной для режима Путина ситуации. Показал себя как неким субъектом, дипломатом, миротворцем. И, в общем-то, как и в ситуации с санкциями против России экономическими, мы помним историю про белорусских креветок, тут использовал и получил по максимуму, и получит по максимуму. Что касается Пригожина и Вагнера в целом, то они не уходят никуда. Да, Африка остается, и Беларусь появляется как такое публичное направление. Но, тем не менее, активности в России, в том числе и политические, и другие остаются. Поэтому то, что мы видим сейчас с передвижениями того же Пригожина, ну, это показывает всему миру, что ничего не закончено. Российские источники считают, что этот мятеж оказал серьезное влияние на всю российскую командную структуру. В то же время и белорусские журналисты подтверждают переоборудование бывшей воинской части в большой военный лагерь. Работы ведутся в деревне Цель в Васиповичском районе Могилевской области, где ранее дислоцировалась 465-я ракетная бригада ВСРБ. Путин проигрывает войну в Ираке, считает американский президент. Трудно проиграть войну, в которой ты не участвуешь, но тут, скорее всего, Джо Байден оговорился. Трудно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома. И он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония, это вы знаете. Скорее всего, Джо Байден имел в виду именно Украину. Протесты во Франции расширяются с каждым днем, протесты распространяются на новые города, и все из-за смерти парня после дорожной проверки полицией. Народным волнением подключились НАН, Тулуза и Леон. В пригородах Парижа в полицию летели коктейли Молотова. В самом Париже серия поджогов. Министр внутренних дел говорит, что задержаны полторы сотни человек. Певица Мадонна вынуждена была отменить концертный тур, посвященный сорокалетию карьеры. Она госпитализирована. Из-за серьезной бактериальной инфекции, как говорит ее менеджер, какое-то время она находилась на интенсивной терапии. КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо за доверие, спасибо, что смотрите, за лайки, репосты и за то, что вы подписываетесь на нашу страничку. Так нас с вами становится больше. На этом все. До скорой встречи и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok